Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Мы сегодня все в сборе и поедем сегодня в замечательное место, которое как дом, в которое всегда хочется возвращаться, в котором чувствуешь себя по-настоящему как дома. Уезжая оттуда, всегда хочется плакать, и не хочется уезжать, всегда хочется остаться. Мы приглашаем вас поехать вместе с нами. Едем на Красную Поляну, погуляем по поселку, покажем, где мы там прожили 4 месяца, покажем какие-то классные, замечательные места. В общем, ребята, погнали. Перед тем, как отправиться на Красную Поляну, естественно, мы заезжаем, заливаем дизелек, потому что ехать нам 42 километра туда, 42 километра обратно, где-то еще там покатаемся, поэтому он точно лишний не будет. А пока ждем, пока отъедет машина, хочу вам рассказать про цены. Смотрите, 95-й G-Drive 50-60, 95-й 49-20, 2-й 45-90, дизель 47-80, газ 29-60, а мы когда сюда приехали, дизель был 46-40, представляете? Больше, чем на рубль уже подорожал. Все, двигаемся, заправляемся. Так, ребята, вот мы сейчас сворачиваем с главной трассы по указателю на Красную Поляну и двигаемся порядка 40 километров. Впереди нас ждут великолепные виды, нас ждут 4 классных туннеля и в конце пути нас ждет в поселочек Красная Поляна, любимая. А еще самое интересное, что вот мы едем и у меня прям улыбка на ушей, внутри все улыбается, потому что, ну я не знаю, вот мы вот когда-то едем, настроение, как будто едешь на какой-то классный праздник. Вот туда всегда хочется ехать и даже сами сейчас его увидите. Судя по погоде, что над горами нету облачков, значит нас ждет сегодня великолепная погода в горах. Очень надеемся, что не будет ни дождя, ни снега, и мы сможем насладиться, насладиться кайфовой погодой на Поляне. А еще, ребята, по пути на Красную Поляну висит достаточно много табличек, на которых написано... Час. Тут, короче, работают ДПСники и очень много. Это уже третий, да, или второй экипаж? Третий, точно, вот так. В общем, висит много табличек, таких электронных, что въезд в ПГТ Красная Поляна запрещен без зимней резины. У нас из себя зимней резины нету, но посмотрим. Именно по этой причине, что висели таблички, мы не раз туда не ездили зимой. А, ездили мы один раз. Один раз, но это из-за зимы было. Ну все равно, там уже снег был, мы уезжали, то есть плюс-то, минус был. То есть плюс-6 было, да, минус-6. Табличек еще особо не было, нам потом написали, где-то в комментариях, что ребята, разве можно туда ездить? Да, и я даже внимания, короче, на них не обращал, а потом не стал обращать, их действительно много. Ну вот посмотрим, насколько, как говорится, хватит. А вдруг там стоит экипаж, нас просто развернут и скажут, что идите обратно. Посмотрим. Также здесь есть вот такая табличка, да, что обгонять, выезд на встречный полос запрещен. Здесь летают дроны и фотографируют всю эту историю. Поэтому не нарушайте правил дорожного движения. Вот отсюда открывается вид на скайпарк. Я там гулял по тропам, пешком доходил до скайпарка. Можете в выпуске посмотреть. А мы с вами сейчас заезжаем в первый туннель. Давайте посмотрим, какой он тут. Ну, как вы можете сразу заметить, что туннели, они очень оборудованы. Здесь светло, здесь очень хорошее дорожное покрытие. То есть ездить по таким туннелям очень приятно и очень комфортно. Вот, ребята, висят вот такие таблички. Здесь на этих табличках можно увидеть количество скипасов на всех горнорлыжных курортов, сколько. И сколько парковочных мест сейчас свободно. И вот очередной, видите, тоже пост. Ну, не то, что пост, да, вот стоит еще, короче, один экипаж. Вот вообще вытягивают просто, видимо. Ну, вот пока белый, нас не тронули. Возможно, потому что мы с камерой. Ладно, едем дальше. Смотрите, какие шикарные, великолепные виды горы, усыпанные самшитами. Но самшиты, конечно, здесь такие ненасыщенные. Может быть, из-за того, что сейчас весна, летом все будет более зелененькое. Еще на Красную Поляну вы можете доехать на Ласточке очень быстро, с комфортом. Вот по правую руку идет железная дорога как раз. Слева вон там вот на вершине, да, вы можете видеть тоже дорогу. Это старая Краснополянская дорога. Там тоже можно ехать. Она, ну, не скоростная, проходит через все поселки. А мы с вами заезжаем во второй туннель. Он такой же, как и первый. А следующие два туннеля, они будут чуть другие. Они уже проходят именно в Поляне. Вот, видите, он уже такой поуже немножко. Здесь наверху уже нет подсветок, но чуть-чуть другой. Но тоже долгий. Так, ребята, вот после второго туннеля на выезде есть очень крутая локация, от которой не перестаешь наслаждаться. Посмотрите, это огромнейший вантовый мост. Красивый, да безумие. Посмотрите, какой высокий. Кайф. Гляньте, какая красотища. Здесь можно остановиться и пофотографироваться. Сейчас покажу, где именно. Главное не разгоняться. Вот, смотрите, получаем. Мы не будем останавливаться, Артём. Вот проезжаем. И вот карман начинает смотреть справа. Вот сюда вот заезжаете, останавливаетесь. И делаете крутые фоточки. Ну, а мы едем дальше. Так, и вот мы с вами подъезжаем к перекрестку, к такому. Налево уходит Красная Поляна. Прямо можно ехать до Эстасадка по вот этой скоростной. Мы уходим налево, так как нам нужно на Красную Поляну. Сам поселочек. Мы хотим именно там погулять. Вот, и как бы попадаем на Красно-Полянскую дорогу. Ну что, друзья, вот и указатель Красная Поляна. Сейчас мы будем подъезжать к Стелле. Большой вывески Красная Поляна. Вот такая тут красота. Да. А воздух-то тут какой, ребята. Ну вот мы и доехали в родненькую Красную Поляну. Гляньте, какой тут вид. О, как тут хорошо, ребята. Даже представить себе не можете. Ну, кто был, точно понимает, про что я. В этом стадионе мы постоянно здесь гуляли с детьми. Играли в футбол. Ну что, я приглашаю вас на экскурсию, на прогулку по Красной Поляне. Давайте осматриваться. Буду вам все показывать и рассказывать. А перед началом нашей прогулки подписывайтесь на канал, поддерживайте выпуск лайком, пишите комменты. Кто жил, кто здесь бывал. Велком в комментарии, пишите, как вам этот поселочек. Погнали. Так, ребята, начнем мы с вами прогуливаться по улице Вознесенская. Покажем дом, где мы жили. Покажу сейчас вам кафе. Она очень похожа на вермишель, где мы вот на Таврической берега кушаем. Вот она, ранчо-вилла называется. Мы сегодня зайдем туда тоже покушаем, покажем. Архитектура поселка Красная Поляна просто невероятная. Вообще шикарнейшая. Посмотрите, какие здесь все домики сделаны. Вот все прям, как я не знаю, как в Альпах, как в Швейцарии. Не зря же называют Красную Поляну маленькой Швейцарией. Вот на этой улице мы жили. Сюда мы ходили, покупали всегда овощи и фрукты. Вот она палатка. Вот здесь еще тоже была палатка, но здесь теперь сделали, видимо, ресторанчик. Сюда мы всегда заходили. И тут мы каждый день прогуливались, гуляли вот с таким вот шикарным, ребята, видами. Каждый день наслаждались. Гляньте, горы, снежные шапки. Летом они, конечно, подтаивают. Они уже не такие. А в августе так вообще там снега вообще нет. Единственное, когда мы поднимались на Аибгу, на Черную Пирамиду, там мы нашли снег, но он больше был похож на лед. Так, здесь... А здесь был СДЭК. Теперь просто прокат. СДЭКа нету, не вывезли, видимо. Вот здесь что-то еще строится. Да. Вот эти красивые заборы. Гляньте, как это все выглядит, да? Под дерево сделано, но они металлические. Ох, какой здесь воздух, а? Шикарно. Это вот улица Вознесенская. Вознесенская. Ой, как приятно гулять по родным улочкам. Я напомню, ребята, здесь, на этой улице, мы прожили чуть больше четырех месяцев. О, даже вот эта красная Хонда, она была в те времена до сих пор здесь стоит. Опа, так, здесь что-то открыли. Ага, полочная палатка, продукты. Хорошо. Так, а вот, ребята, домик. Вот он беленький. В нем мы и прожили четыре месяца. Шикарнейший, шикарный дом. Вот здесь такая нормальненькая территория. Есть бассейн. И вот наше окошко было вон то, крайнее справа. Третий этаж. Да, классненько. У нас, получается, вот окошко было и большущий балкон, который выходил уже на вот эти горы. Здесь мы прям парковали машину. Эх, классно. Да, ходили в пятерку, в магнит. Сейчас с вами тоже туда пройдем. Слушайте, ребята, здесь такое спокойствие. Вот, знаете, такая... После моря вообще. Лухари-деревня, плюс она в окружении вот этих великолепных гор. Вот, если вы приезжаете в Сочи, обязательно уделите время приехать сюда, на Красную Поляну. Не туда, там, в розах утр, там, в садок. Нет, не туда. Вот именно сюда. Запаркуйтесь здесь, погуляйте, проникнитесь вот этой атмосферой, вот этими красивой, красивой архитектурой. Как здесь классно, а? Тут ничего не изменилось. Да, вот это наш любимый домик. Мы постоянно здесь ходили, на него смотрели. Какой он классный. Смотрите, как это смотрится. Обалденно. Деревянный дом. Такой вид. Какой кайф, а? Да, вот тут у ребят у них ездят они. Ну, тогда вот, по крайней мере, были два ГЛЕ. У жены белый, у него черный, одинаковые номеры, отличаются только одной буквой. Вот как раз гараж на две машины. В этом доме всегда ребята собираются. Большой гараж снизу, мотоциклы выставляют. И вот с этого дома тоже сюда вываливаются квадрики. И они здесь такая вечерняя, у них тусовка, обсуждают, кто куда съездил, кто куда проехал. Также мы очень любили вот этот дом, вот эту территорию. Здесь тоже очень классно. Здесь, для вашего понимания, сейчас тоже есть квартирки, студии 30 квадратов, от 55 тысяч начинаются. А если здесь покупать, то, по-моему, от 18 что ли миллионов. Ну, тоже такая же площадь, там 35 квадратов. То есть цены просто бомбические. Но, наверное, наверное, вот этого стоит. А вот здесь вот были постройки. Вот тут вот все снесли. Видимо, за забором что-то будет строиться грандиозное. Да, вот следующий домик. Тоже очень классный. Гляньте вот эти балконы. О, я не знаю. Здесь просто хочется ходить, ходить молча. И просто наслаждаться. Вон там вот прямо вот эти вот дома. Это район Екатерина Альпика называется. О, здесь даже те же машины стоят. Вот BVX2. Я тогда первый раз еще и увидел. Именно здесь. Так же, все то же самое. Вот многие тут, видите, а, ну, видимо, собственники. Пили живут тут. Да, хорошо тут. А что, когда мы первый раз приехали на поляну, мы долго думали, как тут гулять с детьми и где здесь детские площадки. Мы проводили целое исследование в поисках этих площадок. В итоге мы потом нашли и как-то в выпуске показали. А вот здесь как раз площадь, нет. Здесь пятерка. Мы всегда ходили магнит, магнит-косметик, да. Здесь вот такая площадь магазинная. И пошла дорога туда, как бы в параллель защитников Кавказа. А там, мы сейчас тоже по ней пройдемся, там, как она, как та улица? Нетаврическая. Турчинского, вот. Там улица Турчинского. Тоже сейчас пройдемся. А вот там вот чуть дальше это магазин «Золотая Нима», получается, на первом этаже. А на втором этаже там, ну, можно, короче, жить до аренды, получается, апартаментов, квартиры. И вот она пошла. Улица Турчинского. Не, пойдем тут до площадки, дойдем. Посмотрите, да, даже как сделаны очень архитектурно вот эти навесы над мусорками, что когда я тоже видел здесь первый раз, тоже от этого, конечно, мы неплохо кайфанули, потому что, ну, вот архитектура Красной Поляны, она просто вообще бомбическая. Я не знаю, кто против Красной Поляны, напишите в комментариях, кому здесь не нравится. Думаю, конечно, таких не найдется. Гляньте, как сделаны все домики. Вот эти вот деревянные балкончики. Ну, круто же. Так, вот, жаганат открылся. Зеленая вывеска. И что касается детских подплощадок, да, мы вот тут гуляли-гуляли, и потом вот здесь вот нашли одну детскую площадку для очень маленьких деток. Сейчас попробуем туда дойти. Вон там за зеленым забором. Вот, я покажу. Да, здесь парковки вообще стали забиты. Раньше мы здесь парковались, всегда так было свободно. Свободно. А, ну сейчас еще сезон, хотя мы сюда переезжали, когда здесь тоже был сезон. Мы переезжали в конце апреля сюда. Да, здесь много что пооткрывало, здесь этого не было. А вот сейчас открыли классную локацию, сурф-кафе. И вот она, детская площадка. Но она как бы совсем-совсем для маленьких. Но, конечно, наши совсем-совсем маленькие детки очень просятся на эту площадку. Поэтому, конечно, мы пойдем. А еще плюс этой площадки, что она закрывается. Здесь можно вот оставить дитя и пойти потусоваться. В общем, ребята, на Красной Поляне, да, в самом поселке есть такие три основные улицы. Это защитников Кавказа. Это прям такая центральная улица, по которой всегда ездят машины. Там, в принципе, особо гулять, да и не получится от этого шума, да, будет уставать. Жить там тоже не очень. Мы, кстати, тоже, ну, когда переезжали сюда, мы тоже это знали и изучали. Вознесенская, по которой мы с вами уже прогулялись, я вам там все показал. И улица Тручинского. Вот сейчас как раз мы на ней будем сейчас с вами тут все смотреть. Да, на Тручинке здесь уже архитектура такая поинтереснее. Здесь больше вот уже построено таких деревянных домиков, таких локаций. Вот что-то до сих пор не достроилось. Вот можно увидеть, да, по окошкам, что еще все-все в процессе. В целом, конечно, вот этот дом, он вообще новый, он, походу, даже еще не сдан. А может быть, часть какая-то здесь селена. Вот эти деревянные заборы. Класс. Здесь также вот можно, да, заметить, вот по вот этим старым постройкам их, по сути, вообще считанное количество. Видите, их мало. То есть вся вот эта вот архитектура, про которую я вам говорю, это новые постройки, которые свежепостроены и продолжают строиться. Ну и шикарный вид. Да, это красота. Двигаемся по Тручинскому вверх. Здесь, короче, такая вот она улица. Сейчас все вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. В принципе, вот как и Вознесенка, да, мы там шли вниз. Сейчас мы двигаемся тупо постоянно вверх. КамАЗ, который здесь стоит с года в год и, походу, еще никуда не ездит. Но, по крайней мере, он здесь был, когда были мы здесь. О, там какие коры тоже заснеженные. Класс, а? Вот дом. Я говорю, дом, который нарушает всю архитектуру. Да? Вообще просто... Почему он есть? А сейчас мы с вами подходим к такой центральной, так сказать, движухе. Назовем ее площадью на Тручинке. Сейчас покажу вам. В общем, вот он весь такой центр улицы Тручинского. Здесь полно всяких магазинчиков, банков. Такие, короче, микро-ТЦшки. Парковки. И здесь вот всегда вот такая движуха, да? Можете заметить здесь прям тачками. У меня все забито. Парикмахерский. Всякие ремонты телефонов, ноутбуков, кафешек. В общем, все, что только можно пожелать. Собрано на вот этом небольшом клочочке земли. Здесь есть... Все. Все, здесь даже есть связной. Так, здесь я всегда ходил в парикмахерскую. Даже вон есть белорусские продукты. Слушайте, погода просто нереально радует. И вот нашли детворе купили мороженое, потому что жарко, жарко. Почему мы приехали сюда гулять? Потому что я увидел, что на поляне будет такая же температура, как у нас на берегу. Поэтому сразу стартанули вам показывать прекрасный уголок России. Так, вот связной, да? Как я вам говорил, что здесь есть перекресток, памятник и пошла дорога вверх. То есть вот это Турчинского, Вознесенского, это самые низкие улицы. Самые низкие. Они, получается, находятся в самом глубине ущелья. А дальше дорога идет только вверх-вверх-вверх. И заброшенный замок. Здесь находится школа и музей. Здесь очень много детворы. Да, слушайте, когда мы здесь были, жили, парковка вот эта всегда была свободная. Здесь было минимум машин. А сейчас, конечно, да, все так заставлено. и не потому, что сезон. Мы здесь и жили, когда был сезон. В целом, наверное, приток людей, которые желают пожить, он в любом случае увеличился. Я вот этот дом вообще никогда не замечал. Да? Дом, говорю, вообще никогда не замечал. Это был простой такой. видимо, тоже строился для тех, кто обслуживал. Похож на наш. Так, ну вот, палатки-палатки, цветочки, кафешки всякие разные. Здесь такой тренд кафе открывать. Сейчас будем переходить на эту сторону. Ну вот, цветы, они здесь и были. выпечка, кафе, потом опять цветы. Вот такие челлаут-зоны. Да, это, конечно, классно, конечно. Сел и вот с таким видом любуешься, либо налево вот с таким. Да, это нереально круто. Классно. Да, и деду, и прям ностальгия такая, как мы тут ходили каждый день, представляете? Вот мы сейчас подходим с вами в скверу, где всегда гуляли с детками. Вот так, ребята, мы подошли с вами к скверу. Здесь шикарное футбольное поле. Да, Настя, трожилась. куда мальчики, пап? Переходи быстрее. Здесь есть почта России и вот он сквер. Мы поставили танк. Поле футбольное, гляньте, какое шикарное. А вот доска объявлений Артем, здесь будете, то вам не сюда не надо. Я хочу вам просто подойти, показать. Мы когда первый раз приехали на поляну, думали, как снять жилье, к нам подошел один чувак и говорит, что здесь есть вот такие вот штуковины рекламные, куда вот люди, Артем, не кричи, и вывешивают. Видите, как раз вот сдам, сдам, и тут полно короче вот этих. То есть их доска объявлений, это как бы не Авито, их доска объявлений, действительно доска объявлений. Вот, и мы вот тогда вообще обалдели, мы приехали сюда и смотрели, как что, и таких на Красной Поляне очень и очень много. Да, его, кстати, обновили. И что, конечно, сейчас сразу сходу радует глаз, так это то, ребята, что сквер действительно обновили. Окей, поставили танк, обновили детскую площадку и построили много всего нового. там. Сейчас пойдем посмотрим. И еще самое интересное, что здесь есть туалет, вот эта крыша, это туалет бесплатный. О, гляньте, какое поле футбольное, ребята, с каким видом. Это вам не в Москве играть. Смотрите, какой кайф. Класс. Это большое поле. Чтобы вы понимали, летом на Красной Поляне настолько жарко, что вот этот сквер, он прям так спасалась, потому что здесь вот такие огромные сосны, елки, короче, деревья вот эти, что здесь постоянный тенек и здесь летом всегда прохладно. Здесь кайфово. Ну вот она, полностью новая площадка. Здесь была вообще ужасная такая история. А сейчас очень круто. Вот такой вот ребята-сквер. мы нагулялись, набегались, напрыгались, в принципе, полянку я вам показал. У нас осталась еще одна туповая локация в Красной Поляне, такая фото инстазона. Покажу после того, как мы пообедаем. Досмотреть выпуск до конца, не переключайтесь. Сейчас мы пришли как раз в то кафе, с которого мы начинали выпуск. Покажем вам здесь что и как. Пойдемте обедать, покушаем и заодно я скажу там рекомендуем и не рекомендуем. Здесь возможно много что изменилось. Пойдем. О, а здесь нет этой зоны. Убрали все ресторанки да. Пошлите, парни, пошлите. Выходите. Блин, и что делать? Я видела, там еле поели есть. Где? Переехать в горки там. Не, в горки мы там не поедем. Блин, ребята, ну что, ситуация изменилась. Здесь раньше была столовая такая, раздача, плюс можно было кушать по меню. А сейчас сделали тупый ресторан такой, ну, короче, будем искать где нам поесть. Ну что, ребята, с той столовой не получились. Мы зашли в столовую, называется сели-поели, находится прямо на защитниках Кавказа. Вышло на 4 супа, салат, хлеб, чай. Вышло все на 800 рублей. Будем кушать с прекрасным видом. Посмотрите, какой. Шикарный вид. Ладно, друзья, мы будем кушать. Нам приятного аппетита. Не переключайтесь. Сейчас мы с вами поедем на одну очень классную локацию. растворюсь, 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 растворюсь. Растворюсь в этих красках дня, развенчаю мир про тебя и про себя. И пусть все нелегко и как-то рвано меня излечат собственные раны. Ребята, спасибо, что подождали. А вот теперь мы с вами с той-сё-сторой отправляемся на топовую локацию. Погнали. Здесь вот есть церковь краснополянская. И мы с вами поднимаемся все выше и выше. Папа, любопись, я же мне шапочек. Да. parking. Фокально. Мама. Яapore. Хаврима. Снежилы Что, ребята, мы добрались до этой самой крутой локации на Красной Поляне. Я смотрю, и меня прям дух захватывает. Самый прикол в том, что мы на Красной Поляне, из поселка никуда не выезжали. Тут есть снег, видите? Есть небольшие сугробики. В общем, это самая высокая точка самого поселка Красная Поляна. Ладно, я не буду тянуть. Смотрите, как тут красиво. Бомбический вид, ребята. Просто нереальный. Здесь, вот тут вот получаются очень крутые снимки. Мы именно за этим сюда приехали. Ну, конечно, вам показать, самим сфотографироваться. Здесь Красная Поляна, как на ладони. Кайф. В ту сторону снежные шапки идут. Здесь еще что-то строится. Но вот этот вид, ребята, он вообще нереальный. Сюда все приезжают, чтобы сделать крутые фотки. Вообще кайф. Ребята, с этим прекрасным видом я хочу завершить выпуск. Поддерживать выпуск лайком. Пишите комментарии. Как вам Красная Поляна? По мне, так это топ мест в России. Прощаюсь с вами. До новых выпусков. Пока. Пока.